Я наследила в жизни твоей, ты меня не любила в грустное время, серых дождей или сухих чернил. Глупо ломиться в открытую дверь, а закрывать смешно. Я не хотела плохо, поверь, если не всё равно. Впрочем, не стоит о ерунде, я не жалею, нет, только идущие по воде не оставляют след. Вот такой вот, потом такой достаточно печальный, ну не печальный, нормальный такой, зимний называется. Уходит боль в песок моей души, а у тебя обычные дела. А я вчера опять не доспала и продалась за сущие гроши. Мороз крепчает, снегу намело, зима, и жизнь крошится на слова. А мне бы ступу или помело, чтобы ветром обдувалась голова, чтоб всё по боку, всё по фонарю, пожар в душе, волнение в крови, ещё в награду, капельку любви и закурить. Но я же не горю и выпить чаю или коньяка, и навсегда проститься с головой, мол, до свидания, милая, пока, и снова ощутить себя живой. Не знаю точно, что нам суждено, едва найдётся тот, кто счастлив ролью, в которой жизнь — разменная монета. Кружит моей судьбой веретено, то сон, то я, перемежая болью. Но разве важно это? Как тихо, вечер только наступил, и жизнь едва ли кончится с рассветом. Скорее бы лето. Вот такое. Они короткие, тут можно... Вот. Жизнь — штука недолговечная, и дни мои сочтены. По небу дорожка млечная, серебряной нитью сны, просчитано всё до атома. И если пророк не врет, то трезвого и поддатого Господь к себе приберёт. Отмеряет полные меры, и там, на другой войне, отравленной новой верой, ты снова приснишься мне. Такой стих называется «Синяя птица». Если б я могла напиться, я бы напилась. Стала синей-синей птицей, вдаль бы унеслась. Улыбалась бы синицам. В небе журавля не доконишь. Разным птицам синим, как и я, Обгоняла бы прохожих, тёток и девиц. Чем-то на меня похожих синих-синих птиц. Кем-то там судьба кроится, жизнь не задалась. Если б я могла напиться, я бы напилась. Такое. Так, ну такое «Незавершённое» называется. Кривя душой и истекая непониманием и тоской, Незавершённая строкая под чьей-то властной рукой, Сменяет день обрывки ночи, зима за осенью вдогонку, И рвётся смысл от многоточий. Обычно рвётся там, где тонко, И растворяется в заботах, суетных днях и разговорах, И только боль в минорных нотах, И кофе, и бумаги ворох. Такой стишок. Спасибо большое. Так, и снова небо покаянное, Рыдала горько в три ручья, А я была отнюдь не пьяная, И не грустила, что ничья, И не ждала в высоком тереме, Густую косу теребя под вечерок, На сивом мерине нерасторопного тебя, И не боялась неизбежного. Ну всё ж, чего греха таить? Хотела светлого и нежного, Мороженого, может быть. Спасибо большое. Так, ну такой довольно странный стих, Три окна называется. А душа была заперта на висячий замок, И в душе жили три кота, А четвёртый не смог. И в душе было три окна, Коту по окну, А четвёртой была вина у души в плену, И мурлыкали день за днём те коты, Каждый на окне на своём три мечты. Так тянулось за годом год, И давно, что у каждой мечты Есть кот и окно, Только не было у вины ни черта, Лишь душа и тень у стены от кота. Спасибо большое. Ещё стих «Август», Ну это мой любимый стих, Ну предпоследний скрипт. Я по тебе не схожу с ума, Ты мне ни сват, ни брат, В каждом хорошем полно дерьма. Август не виноват, Время беспомощно, как магнит, Не отменить закат, В каждом герое подонок спит. Август не виноват, У мотылька за окном искус, Лампочка в сорок ватт, В каждом иуде распят Иисус. Август не виноват. Вот так. Спасибо. Так, и такое стихотворение Называется «Настроение». Ну, такое немножко дурацкое. Всё пустяки, и горе не беда, И жизнь в копейку, И не оставить малого следа. Бармен налейка, В руке крошится каменная соль, Смешно называли, А проиграть не стыдно, Любовь не ралли, Слова трава, Идти по головам какая скука, Я всё сложу, сожгу, И не издам уже ни звука, И не вернусь, И не куплю тетрадь Для новой чуши, Чтобы случайной рифмой Не предать и не разрушить. Всё. Спасибо. Спасибо большое.